Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес считает британца Билли Джо Сондерса более грозным и приоритетным оппонентом для 3G, чем американского боксера Джермала Чарла. Если Головкин одолеет канело, то нацелится на бой с Сондерсом, он всегда хотел этот титул чемпиона мира WBO в среднем весе, Джермал Чарла, никто, он дерется против бомжей, ему нужно заслужить шанс бороться за титул в среднем весе, почему бы ему не встретиться с Джейкобсом или Лемье, на мой взгляд. Сондерс является более опасным соперником, чем Чарла, потому что он чемпион, сказал Абель в интервью Boxing Nation. Незнающий поражений американский проспект легкого веса. Райан Мартин проведет свой очередной поединок 16 сентября в андеркарде вечера бокса Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Об этом Рин Ти Ви рассказал менеджер боксера Тим Ван Ньюхоус, соперник Мартина пока неизвестен. Бронзовый призер Олимпийских игр 2016. В Рио, ирландец Майкл Канлан рассказал, чем особенно его коллеги по цеху Василий Ломаченко и Геннадий Головкин. Мои любимые бойцы, Василий Ломаченко и Геннадий Головкин, мне нравится, как они совмещают силу и технические способности. Вместо того, чтобы просто идти на войну, они действуют технично, при этом обладают страшной силой. По технике на сегодня всех превосходит Ломаченко. А по силе, Головкин, сказал Канлан в интервью Fight Hub TV. Американский боксер и аналитик CBS Sports Пол Малиньяджи поделился мнением о предстоящем боя Геннадия Головкина с Саулем Альваресом. «Думаю, этот бой, так или иначе, закончится нокаутом. Не думаю, что Канелло сможет боксировать и выживать на протяжении 12 раундов с 3G, но уверен, что оба боксера могут нокаутировать друг друга», — написал Малиньяджи в твиттере. Перспективный американский боксер полулегкого веса Тремейн Уильямс одержал победу брутальным нокаутом в первом раунде в бою с бывшим претендентом на титул чемпиона мира британцам, Уильямом Гонсалесом.